Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя Огородная Азбука. Так нужна ли дополнительная подсветка в нашей рассаде? Вот мое мнение, я выскажу лично свое, я думаю, что обязательно нужна. Но опять же, все случаи у нас разные, и среди многочисленных комментариев все-таки попадаются такие сообщения, что я выращиваю и без подсветки, у меня все прекрасно получается, рассада хорошая. Но тут мы должны не забывать, что у нас огромная страна и условия у всех разные. Возможно, у вас хорошее расположение окон, когда вот туда, окно на юг. Возможно, у вас более благоприятный регион, чем вот у меня сибирский регион. Но у нас в сибирском регионе, я на 100% уверена, что получение раннего урожая, выращивание ранней рассады невозможно без подсветки. Вот у нас сегодня первый солнечный день, до этого была неделя, ну вообще темная. В 2 часа дня, в 3 часа дня у нас темно, как ночью, и без света, вот даже сейчас у меня свет горит, без дополнительного освещения в комнатах. Даже темно, вот неудобно что-то делать, не говоря уж о рассаде. Особенно сейчас первым перцем, первым баклажаном посевы в начале февраля подсветка нужна. И я говорю об этом уверенно, потому что я вижу разницу. Вижу, какие стоят тем, кому досталось место под солнцем, под лампой, и какие стоят саженцы, которые без солнца выращиваются. Разница огромная, даже в лотке, там где проходит лампа, они выше, они зеленее, они толще такие. И вот на многочисленные вопросы, как выбрать светильник удобный, я скажу тоже, наверное, каждому свое, у кого-то стеллаж, у кого-то окно, у кого-то всего 2 лоточка, может быть и узкий. Я расскажу о своей ситуации, как я выбирала светильники, через какие светильники я за весь этот период прошла, и на каких, в конце концов, остановилась. Вот сейчас я пользуюсь только вот такими лампами в 2 светильника. Сейчас расскажу почему. Когда я только начала выращивать рассаду, ну вот более-менее массово, не 2 лотка, которые и не поздние, когда в конце марта, в середине марта, я поняла, что свет нужен, прочитала много статей, пошла покупать светильники. Но так как подсказать было некому, я сама не знала, я купила простые вот такие вот в одну лампу. Вот сейчас они у меня на кухонном столе, вот когда снимаю, делаю видеосъемки около этих подсолнухов, там светит лампа, потом у компьютера, где я сижу, работаю с заказами, там лампа. Для рассада они мне оказались совершенно непригодны, и я их заменила все вот на такие. Расскажу почему. Вот одна лампа, у меня был светильник в одну лампу. Он дает примерно вот такой вот, ну сантиметров 15 спектр такой, полоса широкая света. И его можно использовать только в том случае, если у вас вот такое вот продольное расположение лотка. Вот идет лоток и в одну лампочку. Но это очень неэкономное использование, например, стеллажа или того же подоконника. То есть на окне, вот на таком светильнике у вас войдет всего два или три лотка. Можно обойтись этим количеством лотков, когда посев. А когда вы распикируете, когда они расширяются, когда еще есть ли цветы. И в результате я же ставлю вот так. И в результате я поняла, что мне нужен более широкий светильник. Нашла вот такой на два, на две лампы. И все последующие годы начала покупать только такие светильники. Вот такой светильник, его хватает, но тоже с трудом. Его хватает вот на ширину всего вот этого лотка. То есть, когда он светит, он как раз вот досюда и вот досюда, отсюда досюда светит. Он все этот свет, я сейчас покажу вам. Вот такого света хватает вот на такое поперечное расположение лотков. И вы чувствуете разницу. Вот так поперек можно поставить раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть или семь лотков на стеллаж. Вот во всю длину лампы у нас размещается. Сейчас свет выключу, расскажу о длине и о мощности ламп. Еще один нюанс. Если вы не спец в электричестве, если не хотите лишних проблем и хлопот, то берите светильники вот с этими, с встроенными вот этими, не знаю как называется, штучками. В магазине продается два варианта. Вот корпус вот этот отдельно, а вот эти штучки можно покупать отдельно и сюда подсоединять. Это очень долго, хлопотно, проблематично. Мы один раз пробовали с сыном, не смогли даже понять, что куда подсоединять. И с тех пор я беру светильники только вот такого образца. То есть вот такой железный корпус. Вот тут еще этот плафон такой, я его сразу убираю. Матовый плафон, он не пропускает свет. Вот такой железный корпус на две лампы. И вот эта сразу, как сюда подсоединена, остается добавить самим только вот этот провод и вилку. Все. Я сразу пришла в магазин и сказала, девушка, дайте мне, пожалуйста, светильник, который не нужно доделывать, не нужно настраивать, к которому я вилку прицеплю, и он будет работать. Вот этот светильник, он у меня подошел идеально. Теперь про лампы. Лампы беру самые простые, дешевые. Вот это вот на этих написано Ошран или Осран. Это, говорят, турецкая какая-то фирма. Но сделано в России написано. И мощность 36 В. Ватт или вольт, я не знаю. Короче, мощность 36. Она стандартная лампочка. Они стоят очень дешево. 60-80 рублей, в зависимости от региона, наверное. И светильник, длина у них у всех почти одинаковая. Вот длина светильника метр 25. Длина стеллажа у меня полтора метра. Я в том году показывала вам деревянный стеллаж полтора метровый. И на каждую полку я вешаю вот такой вот светильник. И с 8 утра до 8 вечера у меня на ранних посевах перца, томатов обязательно подсветка. Вы увидите, если кто-то хочет даже эксперимент, вот поставьте под лампу и поставьте без лампы. Я больше чем уверена, погода не всегда солнечная. Бывает день, который вообще хмурый. И отсутствие досветки сильно влияет на качество рассады. Конечно, все вырастет. Но другой вопрос. Когда вырастет? Какого качества? И насколько болезненно или здорово будут вот эти сеянцы? Я уже пришла к выводу и на 100% уверена, еще раз говорю, что дополнительное освещение играет огромную роль в выращивании рассады. В ее здоровье, в ее сроках вообще вегетации. Он и растет быстрее под солнцем. И толстеет больше. И все вот эти процессы, вот этот фотосинтез, вот вы знаете, что там хлорофилл, питательные вещества, все быстрее, быстрее, быстрее делается. Такие лампы, они имитируют солнечный свет и растения не понимают. Они действительно думают, что они сидят на солнышке, греются, растут, процветают. Все. О лампах я рассказала, про стеллажи. Вот как появятся посевы, я вам покажу еще раз стеллаж. Но кому интересно, в прошлом году было все и о стеллажах, и о лампах, о светильниках. Все это было. Кто только что приходит на канал, назад стоит отмотать на год. Как это отматывается, я не знаю. Я ни разу с той стороны канала не была, я только с этой стороны. Но я уверена, что кто хочет, тот все найдет. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это о роли дополнительного освещения. Если где-то я говорю, что вот хотите делайте, хотите не делайте, здесь я на 100% уверена. И всем начинающим говорю, если хотите посеять рано, вырастить ранние урожаи, вырастить крепкую рассаду, то дополнительное освещение вам нужно обязательно. Хотя бы на первые, которые взойдут, и которые будут первое время до марта месяца, пока не будет полноценного солнца, подсвечивать обязательно нужно. Свет это жизнь для растений.